Всем привет! Я Анастасия Белеза, профессиональный стилист. Сегодня мы не будем никого одевать, переодевать. Сегодня мы будем краситься. Мы отправляемся в один из магазинов и будем собирать для вас базовую косметичку. Стиль складывается из мелочей. Чтобы создать полный образ, необходимо подобрать самый оптимальный макияж, который будет соответствовать настроению в случае. Ну что, девочки, приступим собирать нашу базовую косметичку. Сегодня нам поможет консультант магазина Александра. Я поделюсь теми продуктами, которые лично я люблю, которыми пользуюсь и покажу альтернативу между люксом и Кико Милана. Я покажу тебе все продукты от очищения до конечного этапа. Тебе понравится и будет полезно. Но в конце ты узнаешь, сколько это все стоит. Пойдем. У меня в руках мицеллярная вода для снятия макияжа, подготовка именно к базовому макияжу. И еще такой интересный очень продукт, он универсальный, он подходит для всех типов кожи. Поэтому, если ты не знаешь, какой у тебя тип кожи, бери универсальный продукт. Чтобы подготовить кожу к макияжу, то не надо делать каждый день, достаточно один-два раза в неделю. Берете вот эти салфетки. Замечательно, они двухсторонние. С одной стороны они скрабирующие, с другой, когда вы проскрабировали свое личико, берете и протираете его, и можете наносить макияж. Что это дает? Вы убираете роговерший слой кожи, тем самым подготавливаете ее, и тон ложится, база тон ложится идеально. У меня в руках три чудо-продукта. Давайте начнем с маски. Для чего нам нужна маска? Также, чтобы подготовить кожу, увлажнить ее. Вот такая универсальная маска. Также есть серия для жирной кожи. Увлажняющий крем. Он также идет с уходовым эффектом. Можете как отдельный продукт, так же, как и под макияж использовать. И самый чудо-продукт, самый распиаренный, все бьюти-блогеры ему пользуются, знают про него. Это база под макияж. Наносите ее, она сияет. У него SPF 10, то есть вы защищаете свою кожу. Можете также использовать как отдельный продукт. Если у вас с тоном кожи в порядке, он у вас устраивает, то просто наносите, увлажняете кожу, она у вас немного блестит. Вы пользуетесь таким вот продуктом. Девочки, давайте перерассмотрим основу основ. Это тональный крем. В магазине представлены крема разные по текстуре, по плотности. Есть плотный крем, средней плотности. И давайте рассмотрим BB крем. Я бы его выбрала именно себе, потому что люблю легкое покрытие. Сейчас мы его протестируем с вами, как он наносится. У него очень легкое покрытие. Его практически незаметно, но он оставляет такое приятное сияние. Вот если вы любите такие легкие, незаметные тональные средства, в частности CC-крем, то стоит обратить на него внимание. Палитра оттенков большая, их 7. Но так как это легкое покрытие, то он подстроится по тону кожи. Как и говорил, мне будет помогать Александра, консультант магазина. Она сейчас расскажет нам про консилеры. Какой цвет, для чего использовать. Поэтому давайте ее внимательно послушаем. Будет очень полезно и интересно. Начнем с самых легких консилеров. Они просто помогут осветлить кожу вокруг глаз. И если есть какие-то покраснения, они немножко их уберут. И также просто придадут коже эффект сияния и свежести. Дальше у нас есть консилеры поплотнее. У них среднее покрытие. Второй тип консилеров. Представлен нескольких оттенков, которые универсальны и подходят каждому цвету кожи. Также есть оттенок номер один, который зеленого цвета. И он может убрать некоторые покраснения с кожи и замазать различные прыщики. Дальше у нас идут кремовые консилеры с очень плотным покрытием. Это больше, наверное, используется для фотосъемок. Для съемок, да-да-да. Эти консилеры тоже присутствуют в нескольких оттенках и будут универсальные для разных сифажей. Также у нас есть палетки консилеров, в которых также присутствуют различные цвета. Эти консилеры, да, как осветляющие, кремовые, а эти именно как корректирующие. И они очень удобны в работе для визажиста, например. Берем вот эти румяна. Девочки, обратите внимание, они нереально классные. Тут не нужно подбирать тип вашей внешности, какой холодный, тон кожи у вас теплые. Они очень универсальны, они смешиваются между собой. Если у вас кожа чуть-чуть теплее, вы просто добавляете больше вот этого оттенка. Если холоднее, то вот эти два. Поэтому очень универсальная палетка. Я прям рекомендую вам на нее обратить внимание. Цена вопроса 780 рублей. Но если взять люкс, то это раза в три дороже. Реально раза в три. И смотрите, какая классная упаковка. Ну, реально красивая, компактная. Вы можете ее сюда взять с собой. Это у нас пудра. Она имеет матовый финиш. Для меня вот такой светлый цвет, да, и вот такая белая. Поэтому для любого типа и цвета лица вы сможете подобрать себе такую классную пудру. Так как мы все любим с вами блистать, быть красивыми, остановимся еще на хайлайтерах и потом переходим точно к цвету. Хайлайтеры. Мне сказали, что бестселлер в магазине такой. Можем посмотреть, какой он будет. И он универсальный по цвету. Как для темненьких, светленьких, с холодным тоном кожи, с теплым. Классный. Очень круто смешивается и классно тушуется. Девочки, не будем долго останавливаться. У нас еще есть палитки контуринга, для чего они нужны, чтобы выделять скулы. Оттенки есть разные. Чтобы правильно выбрать, я люблю поэтому такие магазины, где есть профессиональные консультанты. Вы можете всегда обратиться к девочкам. Они вам подберут, накрасят. Вы посмотрите, как это выглядит со стороны. Вас не принуждает никто покупать. Вы походили, посмотрели, как держится продукт. И после этого только приняли решение. Это значительно упрощает нам жизнь с вами. Потому что есть профессионалы, которые могут вам подсказать. Я очень уделяю внимание бровям. Вот такой у нас карандаш, который удобненько так наносит, как волосочки. Вы можете прорисовать. И потом зафиксировать таким бесцветным гелем. Потому что это будет выглядеть аккуратно. В течение дня у вас бровки будут всегда ухоженные, красивые. Поэтому, если в поисках хороших средств, вы можете также посетить этот магазин Кико Милана. Но помимо этого, если вы не любите карандаш, здесь очень много представленных средств. Которые в тенях, в лайнерах и в карандашах автоматических, если вы не любите точить. Поэтому любой найдет то, что ему по душе, то, что ему нравится. Переходим к моей любимой части. Да, цвет. У меня в руках такие вот тени-карандаш, которые отлично просто невероятно переливаются. Они переливаются просто несколькими цветами под разным углом. Они смотрятся по-разному. Они невероятно тушуются. Из этой же серии оттенок 0,5 для тех, кто не любит очень прям цвет каких-то таких оттенков. Сейчас мы нанесем на другую руку. Когда они тушуются, он выглядит такой темненький. Сейчас мы его растушуем. И он реально незаметен. И знаете, чем парадокс? Вы можете его использовать как хайлайтер. Он потому что настолько классно тушуется, что если вы вот сюда нанесете, сюда нанесете и так быстро растушуете, то будет кремовый хайлайтер. Вот он, девочки, универсальное средство 2 в 1. Не обязательно покупать средство именно хайлайтер, значит хайлайтер. Но если вы покупаете хайлайтер, он вам нравится, вы его можете нанести и на глаза. Потому что нигде не прописано, что его на глаза наносить нельзя. В следующий я взяла такие универсальные оттенки, которые будут подходить всем. И блондинкам, и брюнеткам, и рыженьким. Да, и рыженьким тоже этот цвет будет прекрасно подходить. Просто нужно понимать, какие еще губы и какие детали вообще в одежде. Такой цвет, светлый такой, кофейный, наверное, кофейно-шоколадный. Вот, очень классный. Это уже не кремовые, это у нас обычные сухие тени. Вот такой оттенок, да, девочки? Это золото, золото актуально. На подиумах все ходили в золоте. Золото в обуви, золото в аксессуарах, золото в одежде. Смотрите, он не ядерный такой, золотой. У него просто красивый, очень золотой блеск. Очень красивый, просто нереально красивый. И оттенок поспокойней, которые вместе нереально красиво сочетаются. Это, девочки, сухие тени. В отличие от этих и этих, здесь просто больше золотых пигментов, и поэтому они ложатся более плотным слоем, но тоже очень хорошо тушуются. Если там такое легкое мерцание, такое прям красивое, то здесь уже более плотный цвет идет. Там просто остается такая легкая тушевка, цвет так под наклон. И если вы любите палеточки, вот такая классная палетка, очень универсальная по цвету. Можно создать очень красивую дымку на глазах, потому что есть такой благородный серый цвет, и те цвета, которые подходят реально ко всем типам внешности. Подводка и тушь. Подводки любят все разные. Кто-то им пользуется, кто-то не пользуется. И тушь. Девочки, давайте будем тоже реалистами. Тушь любят все разные. Кто-то любит вообще нарастить ресницы и ходить с ней париться. Я люблю тушь, которая с силиконовой кисточкой, которая удлиняет и разделяет. Вот эта помада очень бюджетна по стоимости. Она стоит реально 350 рублей. Она с эффектом увлажнения. И, кстати, я ее нанесу на себя и посмотрю, как она смотрится. Посмотрим, цена-качество равно, или все-таки качество уступает в связи с такой стоимостью. Это уже более уходовая серия. Это увлажнение дает легкое покрытие. То есть, кто не любит такое покрытие сильное, плотное, у вас на губах будет такая легкая вуаль. Может быть, там придаст просто какой-то сочности губам, пухлости определенной, потому что за счет такого покрытия. Разные оттенки есть в магазине, поэтому можно будет подобрать. И для любителей, для любителей, тех, кто не любит помады, губные помады, стойкие, вообще не любит ничего на своих губах, именно цветного, прям суперцветного, есть вот такой вот блеск. Он очень классно наносится. Его практически незаметно. Поэтому вот, кто любит губы без блесков, без особых помад, тот, думаю, стоит обратить внимание. Оттенков много. Также есть такие блески уже с такой более плотной текстурой. Наносишь, и твои губы горят. Поэтому вот такая серия. А эта помада, она двухсторонняя. С одной стороны матовый финиш, с другой грянцевый. Можно как с матовыми губами ходить, так и с глянцевыми. Очень удобно. Два в одном. На данном стенде у нас представлены кисти для макияжа лица. Чтобы носить тональный крем, я рекомендую кисти номер 3, номер 4, номер 6. Номер 3 универсальный, подходит всем. Номер 4 может давать легкий эффект на коже. Те, кто любит естественный финиш. И номер 6 подходит тем, кто хочет сделать финиш поплотнее. Это кисти для пудровых текстур. Им можно носить разные пудры, бронзаторы, румяна и хайлайтеры. Есть кисти дуофибры и из натуральных волокон. Разницы особой я не вижу, потому что каждому просто свое. А также у нас есть отдельная кисть для румян, но можно, в принципе, ей контурировать. И также есть кисть для контура кремового и кремовых румян. Это для хайлайтера, да? Да, это отдельная кисть для хайлайтера, кому удобно так наносить на выступающую часть лица. Вот, а также есть компактная кабуки-кисть, которую можно взять с собой. Тоже наносить пудровые текстуры. Ну, как я и говорила, да, что можно обратиться к консультанту, и вас всегда накрасят. Что я и сделала. Мне будут красить тут помаду. Да, и хайлайтер, кстати, да. Костекрем его выбрала все-таки. Девочки, также в магазине по собственному опыту знаю, что всегда проходят какие-то акции, распродажи и поступления новой коллекции. Я вот сколько раз не заходила в этот магазин, здесь всегда есть что-то на скидках, на распродаже. Но хотела обратить внимание, что это не связано там со сроком годности, с истечением их. Это связано с тем, что это либо лимитированная коллекция, которую нужно уже продать, либо меняется упаковка. Вот такая у нас получилась базовая косметичка на 14 тысяч рублей. Но, девочки, давайте акцентируем внимание на то, что у вас в косметичке будет и уход, это маски, очищение, салфетки. Поэтому это хорошая цена для такой качественной, хорошей косметички. У вас там будет все, от очищения до завершения макияжа. И туши, подводки, и тени, и губные помады, и хайлайтеры, и румяна, и корректоры. То есть это реально хороший базовый набор на все случаи жизни. Клеопатра всегда любила себя украшать. Она любила принимать ванны. Это был праздник, потому что собирались вокруг девушки. Так же и у нас в обычной жизни. Чтобы устроить себе праздник, не обязательно собирать толпу, какие-то пиршества устраивать. Достаточно просто привести себя в порядок, накраситься, одеться красиво и устроить свидание с собой. Это сейчас очень популярное слово, но я им воспользуюсь, потому что оно работает. Это когда ты довольна собой, довольна своим внешним видом, и все вокруг складывается. Поэтому, девочки, не забывайте, что вы в первую очередь женщина. Не важно, мама вы, жена или просто работник. Вы в первую очередь девушка, женщина. Вы женственная. И несите это, пожалуйста, своим проявлением. И не забывайте про это. Пишите в комментариях, вообще знали вы об этом бренде ранее или нет. И какую косметику предпочитаете. И обязательно напишите, что хотели бы еще увидеть на моем канале, какие обзоры. Я обязательно для вас их сделаю и расскажу все подробно.